Привет! Прекрасное морозное мартовское утро. Озеро Райскумс, я и дядя Шмель на рыбалке. Дядя Шмель настраивает оптику. Чем кормите, дядя Шмель? Под кормкой. Логично, а подробнее? Конечно, лоханулся я, кормушку не взял. Как бы было бы замочил, кормушечку опустил и все в порядке. А сейчас придется суп варить. Эффект намного хуже. Ну поварешку ты как профессионал держишь. А то. Шеф-повар. Широкого профиля с узким кругозором. Посмотрим, что даст. Как там насчет Магомеда было с горой? Поглядим. Вот ты первый рыбинский. Чую большой. Огромный. Утро на озере. Просто волшебно. Пение птиц, чувствующих скорую весну. Потрескивание льда. Но послушайте сами. Пусть она скажет за меня. Дядя Шмель ушел за чаем. А я сижу. Как льет. Погода замечательная. Утро отличное. Ветра нет. Ну, минус 10 примерно сейчас. Может уже, наверное, и нет. Птички поют. Весна чувствуется. Сегодня я дрон, надеюсь, таскаю не зря. Потому что ветра нет. Погода классная. Хочется красивых кадров. О! И рыбка. И рыбонька. Вот она. Поймал за пузо. Проснулся. Солнце встало. И я решил покружить над озером. В такую погоду и летать, и снимать одно удовольствие. Посмотрите, как красиво ранние, но вступившие в свои права весна, закрепившая их розчерком трещин на льду озера. Лед трещал от бессилия и такой наглости. Но каждому свое время. Саня достал свою секретную удочку. Древнюю секретную технологию. Вернее, секретная технология древних. Что-то там крутит профессор. Колдую. На светлую мормышку я ловил в прошлый раз. У тебя попробую. Она довольно таки нормальная. Ну, как бы... Самые крупные попались на ту мормышку побольше. Светлая которая. Ну, еще что. Ну, кто его знает. Здесь, может, темное дно. Если темное дно, то надо оба цвета. Ну, посмотрим. Может, лучше не станет, но хоть что-то поменяется. Во всяком случае, я себя так успокаиваю. Хе-хе-хе-хе. Вроде от берега недалеко, а глубина все равно есть. Ну, наверное, чуть поменьше, чем там, но... Было. Все равно, я думал, что здесь будет поменьше. Так само примерно, да? Примерно, да. Вот так вот. Тащить? Чего? Слушай, какое ершище. Здоровый, слушай. Таких ершей не было нигде. Здесь только они такие большие. Ну, очень большой. Повыше подними. Повыше подними. Любовь. Не знаю, килька рыба. Я ее называю килька рыбой. Готовь. Готовь. Повыше подними. Твой друг? Рыба ёрш Рыба ёрш Сбился со счёта, считая количество просверленных лунок. Видно, треск и уханье льда пугали рыбу. Лёд трещал так, что я сам порой невольно вздрагивал, особенно если трещина пробегала прямо подо мной. Весна шагала по льду крепкой поступью, не церемонясь. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Пришли в заливчик небольшой. Ну, были в той стороне. Ушли метров, наверное, 400. Мелко, где-то метр, ну, может не метр, но полтора. Вот, Саня одного вытащил, кого-то там. А у меня пока тихо. Есть мысль, что надо идти обратно. Ну, погода сегодня, конечно, супер. Ветра вообще нет. Солнце светит. И слышно, вот как лёд. Не знаю, запишется это или нет. Слышно, как лёд бухает. Может быть, поэтому ещё клёво нет. Потому что с утра он не трещал так, как сейчас. А сейчас солнце вышло, и он начал двигаться. И слышно, как бухает. Лёд порой издавал совершенно космические звуки. Резонировал, отдавался эхом где-то далеко на другой стороне. Что-то подобное я слышал впервые. Короче, вернулись мы назад. Там ничего так толком не было. Здесь поклёвок было больше. Поэтому приняли такое решение. Там вот сидит тот дедуля, о котором я рассказывал в прошлой серии о рыбалке. Кто не видел, посмотрите. Он сидит на том же самом месте и никуда не уходит. А это что-то значит. Ну, там канал, как я уже говорил в прошлый раз. В канале открытая вода, и может быть содержание кислорода в воде больше, и рыба держится здесь поближе. Уставшая от зимы. Оставив Сашу, я перешёл немного ближе, уже к знакомому мне и вам пожилому рыбаку. И результат не заставил себя ждать. Но я не удивлён. Всё это мне уже знакомо. То ли его опыт и возраст, то ли аура рыбака старой закалки или школы. Давали своё. На этом было решено заканчивать рыбалку, а потому я отдал оставшуюся наживку старому рыбаку. Говорит, что клёв сильно ухудшился. Лёд трещит, и ловятся одни ерши. Но он рад и им. Будет ушиться да каша для собаки. А я слушаю и наслаждаюсь. Наслаждаюсь тёплой ламповой аурой этого человека. Вот такая вот рыбалонька на этот раз получилась, друзья мои. Ситные. Но сейчас я вам расскажу, даже Александр не знает этого, несмотря на свой огромный опыт. Сань, что самое сложное в рыбалке? Тебя как опытный рыбак, рыбу найти. Самое сложное рыбу найти. Ты не прав, Сань. Самое сложное это снять сапоги. С носками. Ты сказал про рыбалку. Это и есть рыбалка. Короче, насчёт лайков, подписок, вы сами всё знаете. Пока.